Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 марта и вот сегодня я начала, продолжаю, то есть выкладывать ролики про обработку теплицы. И как раз хочу рассказать еще об одном способе обогрева, потому что у нас сейчас в связи с повышением электроэнергии, ну раньше мы, конечно, было холодно, раз включали, сейчас все дороже, дороже электроэнергию. И, конечно, все стараются какую-то, какую-то альтернативу, короче, замену электроэнергии сделать. И вот мой муж насмотрелся в интернете всякий, где там мужчины своими руками делают самоделки, и сделал вот такую печку. Вот сегодня он ее испытывал, она выглядит, конечно, интересно, она такая на трех ножках. Вот смотрите, у нас несколько лет назад сломался титан. Ну вот мы в частном доме живем, у нас нет централизованной горячей воды, мы обогревали вот этим титаном. И там он, вероятно, от старости, от чего-то, вот эта колба там сломалась, которая термос вот этот держит. А эту железную, вот эту баклушу мы не знали, куда деть. Ее не выбросишь у нас, как мусор, мы что-то сжигаем, что-то там на мусорку. А вот такие большие, объемные вот эти вот, вот старые стиральные машины, старые холодильники, вот эту вот бандуру, не знаешь иногда, куда деть. Она несколько лет лежала в гараже. Вот он насмотрелся в интернете, сделал, привез откуда-то трубу, прицепил к этой, и топится опилками. И причем сразу согрелась с 7 градусов до 17. И если я вчера вам показывала там один район, и некоторые подумали, что у нас уже очень тепло, но это там просто горка возвышенности, я хочу вам показать. Вот, смотрите, вот в этом районе, где эта теплица стоит, видите, какие сугробы еще? Полметровые сугробы вот с этой стороны, и сейчас на эту сторону, подождите, переместимся. И вот с этой, видите, сколько еще снега? Вся теплица окружена снегом. Но это, конечно, хорошо, снег тает, видите, вот была вот такая сухая земля. Снег тает, земля влагой насыщается. Вот тут как раз проходит и та самая ионизация, о которых люди говорят, что для этого они закидывают снег. Нам закидывать не надо, он сейчас весь сюда придет. И поэтому вот в этой теплице, конечно, она завалена с обоих сторон снегом. Тут очень-очень холодно. Вот, несмотря на то, что температура у нас тепло на улице, 4 градуса. Здесь было 7 градусов утром, когда пришел. За полчаса температура поднялась до 17 градусов. И мне нравится, что используются именно опилки. Это, как считается, уже в то же сырье отходы. Их можно взять хоть где. Прям от нее жар идет. Не знаю, видно вам или нет. Прям такие испарения. Ой, тут лепешки можно жарить. Ну, это вот как бы замена такой магазинной буржуйки, самоделка. Все делаем только для того, чтобы в случае, если высадим сюда рано, чтобы не заморозить свои растения, потому что у нас в Сибирском регионе и в мае, и даже в начале июня бывает минусовая до минус 7, до минус 8. И вот эта теплица, в отличие от той, где я показывала, что у меня инфракрасные обогреватели, это вообще ничем у нас не обогревается. Потому что мощности электропроводки не хватает, чтобы ту теплицу огреть, придомовую и вот эту. Ясно, что это остается. Это как раз та теплица, где я показывала, что я зажигаю свечи, на крайний случай, если холодно. Где тот раз у меня, когда 2 года назад бракованные свечи попались, что там, ну, некачественные вот эти производители, пол свечи было с фитилем, а вторая половина, короче, короткие фитили были вставлены, по пол свечи прогорело, и в половину ночи они затухли, и у меня по периметру здесь все замерзло. И вот теперь эта печка будет стоять на крайний случай, на случай заморозка. Конечно, летом, наверное, ее придется отсюда выносить, а я вам просто показала, ну, вот ранее интереса, что вот такие печки еще можно сделать самим, совершенно бесплатно, из старого титана, корпус, который вовремя не выбросили, он нам пригодился. Не знаю, что случилось с моим мужем, он раньше такие штучки не делал, вот первый раз сделал мне такой подарок к началу сезона. Будем испытывать нынче. Конечно, электроэнергию жечь не очень хочется потом платить за нее, а это, может быть, будем топить, а может, просто будет стоять в качестве гарантии, как подстраховка. Все, до свидания. Это еще один способ обогреть теплицу, то есть сделать печку своими руками.